Всего за несколько часов 25 человек из муниципия Бельцы оказались в больнице с травмами различной степени тяжести, полученных из-за гололёда. Люди жалуются, что не все тротуары и улицы в городе были посыпаны противоскользящим материалом. Да, это, конечно, ну это уже от погоды ни от кого не зависит, конечно. Не считаете, что должны посыпать с чем-нибудь? Да, должны, но пока не посыпали, видимо, еще не успели. Посыпали, где же они посыпали? А не снимайте мне, а я-то пенсионерка, надо мне снимать. Не посыпали, вы видите, как люди ходят, вот, смотрите, что тут творится. Гололёд, чуть не упал два раза. А посыпали по городу? Ну так, да, нет-нет, посыпали. Не везде, конечно, в основном посыпали. Вон там везде с правой стороны посыпали, а налево люди катаются. Лёд также доставил немало хлопот водителям. Им пришлось ездить более осторожно, чтобы избежать аварий. Для водителей тоже сложно. Ну, вижу, на дороге сейчас уже, видите, потеплело немножко, уже более-менее, гололёда нет. А с утра я вот выходил, утром в семь часов, дорога была, зеркало. Директор муниципального предприятия дорожно-ремонтное строительное управление Сергей Журавец сообщил телеканалу ТВ Норд, что за ночь было израсходовано 80 тонн чистой соли. Из-за минусовых температур ночью на всех дорогах страны образовался гололёд. В связи с этим, в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий, сотрудники полиции призывают водителей и пешеходов проявлять повышенную осторожность на дорогах.